Сам конфликт в Афганистане начался в 1979 году и продолжается по сей день. Советский Союз в нем принял участие по просьбе руководства страны. Исочную не объявленную войну для оказания воинской и интернациональной помощи ушли более тысячи человек. 13 человек погибли. Для нас это памятный день. Мы вспоминаем о всех, кто ушел и о всех, кто живы сейчас. И наша основная задача, чтобы всегда и молодое поколение, и вся Россия помнила о подвигах наших воинов. Это самое главное. Память жива. Все, что сделано, было сделано правильно. И оценку этому историки уже дали. Сегодня в день ввода войск в Афганистан, который в России считается памятной датой, возложить цветы к афганскому узлу пришла и молодежь, воспитанники патриотических клубов. Почему здесь мы сегодня с вами видим школьников? Ну, потому что воины-афганцы, которые прошли, скажем так, боевой путь, получили опыт проведения боевых действий, имеют ордена, медали, сегодня принимают активное участие в воспитании молодежи. А, скажем так, уходит старшее поколение, принимавшее участие в Великой Отечественной войне. И их эстафету перенимают, скажем так, воины-афганцы. Это и патриотическое воспитание, школа мужества. К слову, памятник воинской славы «Афганский узел» находится под шефством местных школьников. Ребята следят здесь за порядком, что также является одним из методов патриотического воспитания, уверены сами воины.